В 2020 году на базе Казанского федерального университета был создан научный центр международного уровня. Почему нефтяным компаниям Татарстана выгодно с ним сотрудничать, расскажем в нашем следующем сюжете. Прямо сейчас ученые Казанского федерального университета занимаются разработками исследований, направленных на обеспечение отечественной экономики дешевой и экологической нефтью. Напомним, что результатом их работы станет к концу 2021 года подготовка полной карты неразработанных участков одного из крупнейших месторождений в России, Ромашкинского, которое расположено на юге-востоке Татарстана. Мы поговорили с проректором по научной деятельности Казанского федерального университета, директором Института геологии и нефтегазовых технологий Танисом Нургалиевым. Он рассказал нам о концепции работы научного центра мирового уровня НСМУ. Мы проводим исследования фундаментальные, кому нравится изучать природу, какие-то явления. Мы проводим исследования поисковые, то есть пытаемся вот эти открытые явления применить для повышения нефтеотдачи, для поиска нефти из залежей нефти, для удешевления процесса добычи нефти и для добычи высоковязкой нефти. И с другой стороны, вместе с компаниями, эти открытые технологии, которые мы установили, мы их применяем уже конкретно для практических целей. Все направления тут есть. Есть лабораторные исследования, полевые исследования, геофизические исследования, обработка материалов есть для компьютерщиков, для людей, которые занимаются нейронными сетями. Тут масса проблем. То есть для всех тут возможности открытые. Нефтегазовое направление является одним из приоритетных для Казанского федерального университета. В 2021 году специалисты и студенты Китая будут приезжать в Казань на стажировки для повышения своей квалификации, что наглядно подтверждает репутацию Казанского университета в статусе полноценного центра компетенций в области нефтегазовых технологий. Также КФУ вошел в топ-100 мирового рейтинга QS World University Rankings в нефтегазовом направлении. Научный центр мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты создан на базе консорциума вузов, главным в котором определен Казанский федеральный университет. В рамках центра ученые Казанского университета выполняют десяток проектов, связанных с созданием новых инструментов, исследование залежей нефти, мониторингом их разработки на основе сквозных технологий нейронных сетей и искусственного интеллекта, анализа больших данных. Скажем, на Ромашкинском месторождении более 40 тысяч скважин, данные по которым по необходимым параметрам может обработать оперативно только искусственный интеллект, построенный на нейронных сетях. Можно выделить три направления развития НСМУ. Первое – исследование бассейнов нефтегазонакопления, разработка технологий прогнозирования запасов углеводородов на малоизученных территориях, создание резервов извлекаемых запасов жидких углеводородов. Второе – исследование состояния и эволюции крупных и гигантских нефтегазовых месторождений на поздней стадии, создание и реализация новой парадигмы их рациональной разработки. Третье – разработка эффективных технологий добычи запасов сложной структуры, сверхвязкая нефть, нефть карбонатных коллекторов, нефть плотных и нефтематеринских пород. Общая сумма финансирования научного центра мирового уровня составляет более 3 миллиардов рублей. Доля Казанского университета – более 1,8 миллиарда рублей. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ Ньюс.